вы сто процентов слышали от друзей и знакомых такие фразы да хочу заняться спортом да несколько раз начинал пробовал пробовал бегать по утрам например или пыталась похудеть но тем не менее ничего не получалось или слышали такие фразы что да спорт здоровый образ жизни это конечно хорошо но я люблю хорошо поесть я вообще люблю вечером посидеть с фильмами выпить пивко и как бы спорт это где-то там далеко или кто-то говорит о том что да конечно красивая фигура это здорово но сейчас мне просто не да это вот у меня работа у меня дети у меня дела когда-нибудь потом я займусь спортом и сегодня мы с вами поговорим о барьерах которые мешают нам заниматься спортом вести активный здоровый образ жизни и также я дам методы преодоления этих барьеров меня зовут софия роттермель я европейский лицензированный врач и психотерапевт также у меня есть второе образование у меня есть международный диплом фитнес-тренера я училась на английском языке до этого я работала более десяти лет в клиниках германии у меня есть также докторская степень phd по молекулярной медицине поэтому я такой универсальный специалист по здоровью и свой канал веду для вас уже более пяти лет здесь вы найдете много материалов по психике по психическому здоровью по самопомощи рекомендации родственникам а также сейчас у нас цикл видео для женщин цикл видео такой более спортивный подписывайтесь на канал потому что здесь еще ждет вас много чего интересного также я периодически провожу прямые эфиры с ответами на ваши вопросы поэтому нажимайте красную кнопочку нажимайте колокольчик чтобы ничего не пропустить страх перед неудачей и перфекционизм это первый барьер когда человек устанавливает себе слишком высокие стандарты и боится их не оправдать и вообще люди которые склонны к перфекционизму также избегают занятий спортом потому что боятся не выполнить все свои в первую очередь требования и выглядеть глупо в глазах окружающих и такой человек считает что все должно получаться с первого раза а если оно не получается то быстро теряет мотивацию к начатому делу и также человек ждет быстрых результатов то есть кажется что с самого начала да вот буквально чуть-чуть позанимался уже сразу должна быть мышечная масса или какой-то рельеф мышц и если это не получается это тоже человек бросает и перфекционизм конечно же может проявляться в требовательности к себе когда человек устанавливает себе слишком высокие слишком жесткие стандарты например какую-то очень жесткую диету или какой-то очень жесткий план тренировок я думаю что в вашем окружении есть опять же люди или может быть у вас самих так было когда-то когда например ничего ничего не происходит никакого спорта и потом вдруг все я завтрашнего дня на жесточайшей диете я буду бегать я буду заниматься каким-то очень жестким видом спорта да не пропускать и человек буквально за первые недели две себя очень сильно изматывает и потом бросает опять же конечно такие жесткие требования ведут к быстрому выгоранию и отказу от здорового образа жизни поэтому мы всегда говорим всегда золотая середина да мы не можем кардинально менять сразу все сферы жизни и питание и физическую активность поэтому понемножку маленькими шажочками и если вы давно смотрите мой канал то вы наверняка знаете что вот такое давление создается как раз той частью личности которая называется внутренний родитель или внутренний критик то есть это не имеет ничего общего с здоровым взрослым здоровый взрослый как раз это баланс и гармония это всегда поиск вот какой-то золотой середины это всегда отношение к себе как самому дорогому близкому любимому человеку ни в коем случае не истязание и не самонаказание еще одно препятствие к занятиям спортом и здоровым образом жизни это страх перед неудачей если уже были какие-то неудачи разочарования если вы уже пробовали заниматься спортом и сходили с дистанции несколько раз так получалось то конечно есть уже и страх перед неудачей перед новым начинанием и вот такой вот страх перед неудачей связан конечно же и с общественным мнением да что если у меня не получится начнут меня как-то осуждает начнут говорить что вот опять начал опять не получилось или у женщины, да, если она пробовала как-то, например, снижать свой вес, что уже были такие попытки, вот опять не получилось. И это тоже, конечно, вносит свой вклад в то, что человек просто прокрастинирует и не занимается спортом. Я просто всегда говорю, что не нужно смотреть на общество, просто занимайтесь своим делом. Еще одно препятствие к занятиям спортом и здоровому образу жизни, это отсутствие конкретных целей. Потому что часто люди говорят, я хочу стать здоровее, я хочу стать бодрее, я хочу выглядеть лучше. И совсем не понятно, что именно для этого человека здоровее, что означает для него выглядеть лучше. Поэтому у нас есть несколько правил постановок целей. Цель должна быть измерима во времени, то есть ставить себе более короткие цели, да, например, на месяц, на три месяца, потом уже на полгода. Но тем не менее, то есть, конечно же, у нас не случается так, что форума приходит сразу ниоткуда, да, за короткое время, но хотя бы видеть вот этот путь, наметить себе цели, должны быть измеримые. То есть, если человек говорит, например, я хочу убрать лишних там 3-5 килограммов, то это уже более конкретная цель. Или я хочу три раза в неделю заниматься йогой по одному часу. И вот такая вот объективная измеримость цели должна быть не только для самого человека, но она должна быть и для окружающих, да, потому что если кто-то говорит, я хочу сдать здоровее, то никто не понимает, что значит это для такого человека. Но если кто-то говорит, что я хочу заниматься йогой или пробежками, допустим, да, 3-4-5 раз в неделю, то это, в общем-то, измеримо и окружающим. Можем очень четко отследить, следует ли человек своему плану. И тем не менее, цель похудеть, это не самая лучшая цель. Я бы такую цель не рекомендовала вообще ставить, потому что, вот как говорил мой наставник, преподаватель, когда я училась на фитнес-тренера, училась я на английском языке, у меня есть международный диплом фитнес-тренера, это мое второе образование, что такую цель ставить не нужно. Лучше ставить, например, себе цель набрать мышечную массу, да, когда человек делает силовые упражнения, занимается силовыми тренировками, нарастает мышечная масса, тренировки становятся изначально, да, более эффективными, потому что мышцы как раз во время тренировки работают гораздо лучше, гораздо продуктивнее. И, в общем-то, вес, если мы говорим о жировой ткани, да, если мы говорим вот об этом избыточном весе, именно в то, что человеку мешает, да, эстетически, это уходит, само собой, без каких-то экстра прилагаемых усилий. Поэтому, если говорить о тренировках, лучше ставить себе такие цели, например, укрепить мышцы спины, да, набрать мышечную массу или как-то улучшить осанку. А эффект снижения массы тела, если это желаемо, конечно, приходит уже как побочный эффект вот таких вот тренировок. И, опять же, здесь важно, конечно, и правильное питание, потому что форма, это, наверное, на 80-90 процентов все-таки питание, и уже оставшиеся 10-20 процентов, это уже правильно выстроенные тренировки. Есть еще такая вещь, конечно же, как низкая самооценка и неуверенность в себе. Низкая самооценка означает, что человек считает себя, ну, каким-то неспособным, недостойным, да, заниматься спортом, что у меня, вот, ну, там, допустим, низкая выносливость, у меня недостаточно навыков, у меня недостаточно формы, у меня вообще какое-то, допустим, слабое тело, то есть я не буду этим заниматься, у меня все равно не получится. Или человек может думать, я недостаточно вынослив, чтобы придерживаться правильного питания. И еще одна вещь, которая очень часто встречается у меня и на консультациях, когда люди думают, что они придут в спортзал, все будут только на них и смотреть, только их и обсуждать, только о них и думать, в какой они ужасной физической форме. То есть человек говорит, я приду в спортзал, и все же будут вот на меня так осуждающе смотреть, я просто не вынесу этих взглядов. И мы понимаем, конечно, что это нонсенс, что это какой-то абсурд, потому что, когда вы приходите в спортзал, естественно, каждый человек концентрируется только на себе, концентрируется на своих упражнениях, концентрируется на своей форме. Очень многие, вот я даже когда прихожу в спортзал, просто абсолютно самозабвенно делают упражнения, большинство людей вообще в наушниках, и никто ни на кого не смотрит. То есть в основном смотрит, да, если кто-то в шикарной какой-то физической форме, с таким восхищением, но в основном это люди достаточно обычные и, естественно, никто никого не осуждает. Я думаю, что вообще это очень хорошее дело, если в любой форме человек идет в спортзал, и это просто достойно всяческой похвалы и всяческого восхищения. И еще одна вещь, которая может препятствовать регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни, это физические травмы. То есть если физические травмы были, если они оставили какой-то след, конечно же, нужно проходить лечение, например, физиотерапию. Да, но вот физические травмы часто бывают и таким психологическим барьером к новым занятиям спортом. Если это какая-то серьезная, тяжелая травма, да, если эта травма получена, например, ну в какой-то автокатастрофе, да, в какой-то аварии, какой-то несчастный случай, и у человека вот такое вот отторжение, да, к тому, чтобы дальше вообще заниматься спортом, страх того, что снова что-то может повториться, то, конечно, нужно пройти психотерапию. Возможно, да, есть какое-то посттравматическое стрессовое расстройство. И если есть болевой синдром, да, что тоже может быть таким препятствием к занятиям спортом, обязательно обращаться к физиотерапевтам, обязательно обращаться к специалистам, к ортопедам, чтобы решить эту проблему. То есть вот таких вот препятствий к спорту быть не должно, избеганий быть не должно. То есть, конечно, у некоторых есть какие-то ограничения по здоровью, да, когда мы говорим, что какие-то упражнения делать можно, какие-то нельзя, где-то быть более внимательными, более осторожными, но, тем не менее, очень мало людей, которым спорт, ну, вообще как-то абсолютно противопоказан все виды спорта, потому что есть мягкие виды спорта, да, есть различные виды спорта, есть виды спорта, например, для людей, у которых есть какие-то проблемы, да, лечебная физкультура, но ни в коем случае не избегать спорта как такового. Еще один барьер, который может нам мешать на пути к здоровому образу жизни, это лень и прокрастинация. Но я всегда говорю, что лени не существует, есть только недостаток мотивации. Если говорить все-таки словами людей, да, которые говорят, что у меня все-таки лень, да, я не могу себя заставить, то это всегда внутренний конфликт. То есть, с одной стороны, хочется улучшить свое здоровье, с другой стороны, не хочется выходить из зоны комфорта и присутствует страх перед неизвестным. И вот пока как раз вот этот невыход, да, из зоны комфорта и страх перед неизвестным перевешивают, а плюшки от того, что вы будете заниматься спортом, конечно, человек никуда не двигается. И также есть, конечно, прокрастинация в прямом смысле слова, когда человек все время откладывает на потом, на завтра. Наверняка вы тоже знаете таких людей в своем окружении, сталкивались с таким, когда находится бесконечное оправдание, только чтобы не сделать вот этот первый шаг. Вот этот первый шаг, первый барьер как раз является очень значимым. Есть очень много техник и упражнений, даже в когнитивно-поведенческой терапии, да, чтобы как раз делать вот этот вот первый шаг, преодолеть этот первичный страх. И так называемый олень может быть и следствием физиологических процессов элементарно, когда, например, человек не высыпается. Ему вообще свою жизнь бы как-то дотянуть, не то что заниматься каким-то активным спортом или что-то новое приносить в свою жизнь. Также это может быть дефицит витаминов, да, обязательно нужно провериться. Это может быть также и какое-то нарушение в работе щитовидной железы. Это может быть железодефицитная, анемия, да, то есть вот те состояния, которые вызывают хроническую усталость, апатию, отсутствие силы, энергии. Поэтому нужно, конечно, проверяться, потому что в этих состояниях, конечно, не до спорта. Но опять же, если есть какое-то хроническое заболевание, я всегда говорю, что не нужно сразу заниматься каким-то тяжелым видом спорта, не нужно сразу ставить себе большие какие-то, да, такие планки. Начинать с малого, да, потому что прогуляться в течение 15-20 минут или сделать какую-то небольшую зарядку в течение 10 минут может практически каждый. И сами по себе физические упражнения ведут к тому, что уровень вот бодрости, активности, энергии как раз повышается со временем, повышается выносливость, повышается бодрость. Поэтому это очень хорошее лекарство, если у вас как раз есть вот такая хроническая усталость. И еще один барьер на пути к здоровому образу жизни и занятиям спортом – это социокультурные нормы различные. Кто что скажет, как подумает, потому что есть такие сообщества, да, где спорт не особо приветствуется или спорт считается, ну, чем-то таким, что это не для нас, это только для богатых, да, люди, например, считают, что, ну, вот мы работаем, какой нам спорт, и это вообще не для нас, и, допустим, семья не придерживается, да, здорового образа жизни, и это очень сложно. Об этом я расскажу в одном из следующих видео, да, как быть вот такой средой, что же делать, если вас не поддерживает среда в занятиях спортом и здоровым образом жизни. Итак, давайте с вами поговорим о том, как же преодолевать эти барьеры на пути к спорту и здоровому образу жизни. Первое, конечно, это создание мотивации и постановка реалистичных целей. Вот мотивация – это наше все. Если мотивации недостаточно, то человек как вздутый шарик, да, то есть это вот то же самое, что нет ветра в парусах. И мотивация – это как раз то, что перевешивает, да, нашу зону комфорта, то есть это то, вот та красивая картинка, которая заставляет все-таки человека чем-то заниматься. Вот те плюшки, которые вы получите в конце, да, всегда рисуйте себе очень явную, очень красивую, четкую картинку. Вот это и есть наша мотивация. И постановка реалистичных целей, да, то есть цели мы разбиваем на маленькие цели. Мы также сказали уже с вами, что цели должны быть объективно измеримыми, они должны быть очень конкретными, четко сформулированными, они должны быть также ограничены, недостижимы во времени. Например, цели на неделю, на месяц, на несколько месяцев. То есть это не какие-то абстрактные вещи, да, что когда-нибудь я чего-нибудь достигну или когда-нибудь через год у меня будет шикарная фигура, но сейчас я пока ничего не буду делать. То есть это не хорошая постановка целей. И, конечно, они должны быть реалистичны, да, это означает все-таки, что от занятий спортом у нас не изменится как-то кардинально, да, например, наш рост, у нас не вырастут ноги от этого. То есть, как многие люди ожидают, что они получат в конце вот некую идеальную картинку. Но это, конечно же, не так. То есть все определяется вашими исходными данными. То есть это изменить уже невозможно, но тем не менее можно вот с любой фигурой поработать, с любым человеком поработать, и вы как бы станете лучшей версией себя. То есть вот это надо понимать, что цели реалистичные. Мы не создаем какую-то картинку из журнала, которая для нас вот, ну, недостижима. И если все-таки такие надежды есть, это просто приводит в процессе к фрустрации. Второе, это работа с установками и убеждениями. То есть вот то, что мы с вами говорили, когда есть негативные такие установки, я не смогу, у меня не получится, мое тело не для этого. Я никогда не занималась спортом, что уж начинать. Все равно не похудею, все равно мне далеко до какого-то идеала. Зачем вообще это нужно? То есть вот с этими, конечно, убеждениями работать в техниках когнитивной терапии. Следующее, это создание поддерживающей среды. Здесь мы говорим о том, что окружить себя людьми, которые занимаются тоже спортом, здоровым образом жизни, правильным питанием, у которых есть те же идеалы, что и у вас. Потому что если вы окружены людьми, которые вообще не мотивированы, которые вас не поддерживают, ну, к сожалению, это тоже долго не протянется. То есть окружайте себя людьми хотя бы в онлайн пространстве. Сейчас много таких возможностей, онлайн групп. Конечно, лучше это офлайн делать, если вы занимаетесь йогой, общаетесь с людьми, которые занимаются йогой и так далее. Следующий пункт, это работа с прошлым опытом, это переосмысление прошлого опыта. Ну, здесь мы говорим о том, что прошлые ошибки никак не определяют будущее. Да, вот это вот большая тоже такая иллюзия думать, что вот если в прошлом у меня не получилось, значит снова не получится. Это, конечно же, не так. И вот когда есть ошибки в прошлом, это очень хорошо, потому что это позволяет сделать работу над ошибками, понять, что же там не функционировало, что же было не совсем правильно, и уже начать по-другому. И вот такие вот ошибки в прошлом, это всегда такая веха на пути к успеху. Это очень хорошо, если есть ошибки в прошлом. Также это преодоление прокрастинации. Здесь, опять же, делить большие цели на маленькие, начинать с малого, хвалить себя за небольшие успехи. Есть даже такие вот методы, чтобы начать какое-то дело. Например, правило первых трех шагов, когда вы начинаете что-то делать, но при этом вы говорите себе, я пока еще это не делаю, и вы делаете только первые три подготовительных шага, но не основное действие. Я иду в спортзал, но для этого мне нужно сделать первые три подготовительных действия. Допустим, да, рано встать, можно там собрать сумку и, допустим, одеться. И вот эти первые три подготовительных действия, но вы оставляете себе как бы такое, что, а потом я еще решу, да, то есть вы еще пока не решаете заранее, но вы себе говорите, потом я уже решу. И, конечно же, поиск удовольствия в любом виде спорта, да, то есть спорт без удовольствия не бывает. Мы поддерживаем две свои части личности. Это здоровый взрослый и счастливый ребенок. Счастливый ребенок это счастье в моменте, это непосредственность, это такое вот состояние, когда внутренний ребенок, да, радуется тому, что есть здесь и сейчас. И здоровый взрослый позволяет нам спланировать, поставить цели, но относясь к себе как самому любимому, дорогому человеку ни в коем случае не из позиции внутреннего критика, да, который только ставит рамки, ограничения, требует, сравнивает с другими, ставит жесткие установки, заставляет человека сидеть на жесткой диете только с позиции здорового взрослого. А я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы, комментарии, делитесь своими историями по поводу здорового образа жизни, спорта. Это новый формат на канале, когда мы говорим больше, например, о женской психологии, когда мы говорим о спорте, о саморазвитии, насколько тоже это вам интересно. Подписывайтесь на инстаграм, кто может, да, то есть у меня сейчас подписчики из более 20 стран мира, поэтому обязательно смотрите. Если у вас есть инстаграм, подписывайтесь, там много интересного. И, конечно, есть телеграм-канал для тех, у кого сейчас блокировки ютуба. Подписывайтесь на телеграм-канал, все ссылочки в описании под видео, чтобы не потеряться. В телеграме тоже ежедневно выходят заметки, где я рассказываю о методах различных самопомощи, об отношениях, о такой общей психологии. Эти заметочки можно читать даже где-то на бегу, на ходу. А я по традиции желаю вам психического и физического здоровья.